Александр Васильевич, вы были в зоне АТО, расскажите о том, как пришла идея туда поехать, и это была вынужденная мера, или вы сами этого хотели? Как это получилось? Эта мера была не вынужденная, это пришло спонтанно. Объясню почему. Потому что есть такой у нас житель города Южного, Федор, который обратился, что в его зону необходимо были определенные оборудования, это оптические прицелы. Его друзья, знакомые собрали некоторую сумму, и половину добавили мы как волонтеры, которые его собирали на палатке, и то, что по скрынкам у нас находится в городе. То есть там была общая сумма на 16-200, и была конкретно посылка для Федора. Знаете, для меня было, наверное, дело чести все-таки вручить ему лично эту посылку, потому что, знаете, одно дело, когда ты людей, ну, тоже как бы знаешь, понимаешь, там, ребята с 28-й бригады, там, 72-й, это, как говорится, одно дело. Тут, ну, конкретно было просто, мне позвонил он лично, узнал где-то телефон, и знал, что я этим вопросом занимался через армию по городу Южному. У меня было дело чести, ну, как говорится, действительно ему надо доставить, и, ну, как говорится, наверно, не из-за доверия, не из-за доверия, я имею в виду, что он не дойдет. Вот, хотя у нас вариант был какой, что мы действительно очень ждали долго этого человека под Амросиевкой. Мы сдержались где-то на лишних, наверное, часа полтора, и это уже, ну, было реально опасно. Вот, и ребята уже начали как бы нервничать. То есть я созванивался с Федором, Федор говорит, можете оставить на блокпосту посылку, но как-то, не знаю. И мы все равно его дождались, и уже вручили, они заскочили там буквально на минуту на 7-10, обнялись быстренько, передали посылку, и они были очень счастливы, рады. И это неописуемое состояние, конечно, когда ты, ну, это выполняешь. Как получилось, что поехал, это, наверное, тоже где-то было за 2 часа до того, как ехать. Потому что, как и Дмитрий Рудой с Армией Хелл говорит, что эти поездки не планируются, знаете, там за неделю, вот ровно там 7-го числа, там мы выезжаем, значит, то есть оно может быть вот сегодня вроде как бы нет, потом перезвонили, допустим, есть возможность, есть коридор, есть, созвонились, то есть есть возможность проскочить, поэтому определяется какое-то время, и к этому времени должны быть на месте, то есть есть возможность, что пройти и, ну, ту опасную зону опасности и доставить им на посылку уже к получателям. Вот поэтому это было так спонтанно, скажем так, ну, и я сказал, что я поеду, как раз не везли очень много продуктов питания, везли в основном оптику, везли бронежилеты, везли, везли нательное белье, везли каски, везли бинокли, медикаменты, немного продуктов питания, то есть поэтому как бы места в машине было, и, в общем-то, меня в собой взял. Ну, вы понимали об опасности, вот, когда ехали туда, знали, что вас может ждать? Я понимал, да, я, естественно, понимал, куда я еду, и, ну, я на тот момент, наверное, не думал так, ну, то есть, знаете, не стал здесь, что я к этой поездке готовился там два или три дня, ну, наверное, где-то бы супруга помогла мне как бы переубедить, ну, взвесила бы, да, на чашу весов там семья, ребенок, работа, незаконченные дела, ну, куча всего, как говорится, да, то есть на чашу весов, ну, это было действительно спонтанно, я ей объяснил, что это там не опасно, ну, этим, как говорится, убедил, и, ну, слава богу, все обошлось, я жив-здорово, все хорошо. А что вы видели вот там, с чем вам приходилось столкнуться? До Мариуполя обстановка более-менее нормальная, после Мариуполя под Тельманово я высылал карту, вы знаете об этом, да, ну, карту я высылал не для того, чтобы ее печатать внутри них, хотя бы для того, ну, вдруг, если что-то случится, чтобы хотя бы понимать, ну, в каком месте оборвалась связь или еще что-то со связью, там есть проблема, то есть она периодически ли глушится, ну, то есть сигнал очень слабенький. После Тельманово это уже, конечно, попадаешь в другой мир. Вы знаете, это не фильм, это не кино, это действительно война. Это война, где нет ни законов, ни каких-то там, ни милиции, которая тебя защитит, потому что до этого мы встречались под Тельманово с разведкой, которые нам уже объяснили, как нам нужно ехать, с кем общаться, с кем не общаться, я расскажу, как это было, то есть ехать нужно было километров 100-120, если меньше. Вообще, нам сказали, лучше туда не ехать, ну, потому что там реально вот Абросевка, где мы находились и бомбили с 8 утра, там почти до, ну, где-то до часа дня, то есть мы как раз подъехали, то есть была какая-то небольшая передышка, а потом, когда мы уже выскакивались, опять началась бомбежка. Вот, но ребята нам сказали, что, ну, лучше туда как бы не ехать. Ну, возвращаться нам, естественно, не было никакого смысла, ради чего мы ехали, чтобы пообщаться с ребятами по Тельманово и вернуться потом обратно в Одессу, конечно, нет. То есть нас проинструктировали, скажем, скорость 100-120, с местными не общаться, у милиции ничего не спрашивать, увидите украинские флаги, проскакивайте, не останавливайтесь. Естественно, на блокпостах тоже, ну, снимать их было запрещено, то есть, ну, я мог, как говорится, с этой уже фотографии моей, ну, есть в фейсбуке, вот, но принципиально нельзя было снимать блокпосты, блокпосты были наши, был один блокпост сепаратистов, и один был такой, ну, не блокпост, просто это была как бы так, лес, скажем так, там проезжая такая часть, лесополоса, и просто машина стояла, и остановили просто машину, ребята нас взяли на мушку, ну, когда поняли, что кто мы, что мы, что мы везем, то есть, в принципе, как бы, ну, проблем не возникло. Ну, все как бы так с каким-то соболезнованием нас как-то смотрели, Ну, видимо, они, наверное, знают больше про войну, чем я, в целом случае. Правда, что вас раздевали вверх? Нас раздевали на обратном пути. Мы уже ехали пустые. У нас были с собой только бронежилеты, те, которые мы одевали уже после Тельманова, потому что там уже была опасность. И на выезде с Мариуполя, там такой серьезный блокпост. И нас, во-первых, перетрутили всю машину. Ну, видимо, искали, потому что они не поняли бронежилеты. Ну, под бронежилетами, значит, обязательно должно быть или оружие, или еще что-то. Мы ехали без оружия. И, естественно, перетрустили полностью машину. Посмотрели наши паспорта, удостоверения, документы. Посмотрели бронежилеты. Ну, все полностью аптечку посмотрели. То есть все, что у нас, как говорится, было. Вот. И после этого нас попросили раздеться. Да, нас до трусов не раздевали. На смысле сняли верхние футболки. То есть, видимо, смотрели отпечаток от ремня, от оружия. Вот в таком плане. Ну, такое было, да. То есть это было прямо на дороге. То есть очередь была, ну, там. Дорога, она была заминированная как-то? Вы видели там мины? Видели, проезжали минные поля. Ну, то есть, потому что поля там все сожженные. Есть фотография, да, действительно. Я так понимаю, что, наверное, даже ребята не успели пособирать зерно. Вот. То есть пшеница вся сожженная. И были таблички, где было написано заминированное. То есть осторожно заминированное. То есть в таком плане проезжали. Вот. На обочине, ну, я имею в виду, то есть те места, видимо, где были какие-то там, ну, взрывы или еще что-то, то есть оно, в принципе, как бы заделано, чтобы можно было проехать. То есть, ну, свежее видно положено асфальт. Вот. А так, в общем-то, ну, бог милого. Вам с местными совсем не удалось пообщаться, так, чтобы определить настроение как-то? Я, знаете, с местными нет. Мы все-таки возле одной машины остановились. Ехали они с этикеткой «Дети». Вывозили местных деток с Донецкой области. Вот. Мы просто махнули рукой, не остановились, потому что мы в самом Росевку не заезжали. Вот. Там шли именно боевые действия внутри города. Но у нас и не было той задачи именно в самом Росевке. То есть мы возле Росевки 3 километра. Там есть такой, ну, отличительный такой, ну, не населенный пункт, такой знак, называется «Олень». Вот. То есть мы с всеми ребятами, которые с 72-й, с 28-й созванивались, говорили, встречаемся возле оленя. То есть они это понимали. Когда мы подъехали, мы не знали, где его найти. Мы местных остановились, спросили, где у вас находится олень. И так мы посмотрели, говорят, лось. Мы говорим, да. Он говорит, ну, один километр, вот, еще что надо проехать. Вот. Не знаю. Я, я верю, наверное, все-таки людям с разведки, которые сказали, что с местными лучше не общаться. Вот. Потому что, я так понимаю, они могут, ну, то есть, могут сдать, скажем так, да. То есть они отследят, куда едешь, что едешь, если вдруг еще спрашиваешь какой-то населенный пункт. То есть это, в принципе, я так думаю, уже такие факты есть. И вот мы знаем, что где-то, наверное, несколько дней назад там был случай, когда волонтерскую машину тоже, как говорится, попала под обстрел. Вот. Ну, как бы люди не стоят ни перед чем. Вот. Но ситуация не сильно хорошая. Я, знаете, даже, ну, как бы по-своему, там, знаете, мне, наверное, где-то, может быть, какое-то переосмысление произошло в голове. Всегда. И так, ну, люди, братья, люди, сестры, как говорится. Я никогда людей не делил. Там, кто-то Донецкий, там, Луганский, там, Одесситы, там, я не знаю, киевляне или еще что-то. Но, как-то, не знаю, с последними событиями немножко по-другому у меня мнение становится. Когда вот была бомбежка, то, что мы видели, то есть я видел молодого человека, который шел с пивом и пил пиво. Вот бомбежка. Грады бьют. Вот. А он себе идет, пьет пиво. Ну, я не знаю, что его там держит или как-то. Вот. И нам сказали, чтобы мы до пяти часов просто оттуда убирались. Потому что, если мы до пяти часов бы не выехали, то это опять происходит минирование дорог, это нападение, это снайпера, это, то есть это все, опять же, ну, мы много говорим о банформированиях, много говорим о чеченцах, там, еще каких-то непонятных людей, которые заходят в Россию. Но я так понимаю, что именно в том районе, вот, где мы ездили, возле Амросевки, то есть там очень много местного населения, которые готовы также сотрудничать с банформированиями, они вносят свою лепту в негативную систему для украинской армии. А по вашей машине не стреляли? По нашей машине стреляли, наверное, с Града. Я не знаю, как это получилось. Получилось просто немножко, мы выехали в Амросевке, ну, по карте просто можно потом как бы посмотреть. С одной стороны, это было Кутейниково, а с другой стороны, это там, где Солур-Могила, и, то есть, ну, там шли же защищенные бои, и мы знаем, что там туда суваться было вообще как бы невозможно. Одна дорога, которая нас вела на Мариуполь, через село Ольгиинское, вот, когда мы выехали, обозримое будущее, то есть, начались, ну, минометные, или с Града начались взрывы, то есть, впереди дорога, которая нас вела, то есть, где-то, наверное, километров в полутора начались разрываться снаряды, и началась бомбежка. Вот, то есть, у нас была первая реакция, это было развернуться, и мы таки развернулись, а потом поняли, а куда же ехать туда, если туда нельзя. И там, на то место, под Лося, где мы находились, если до этого с восьми утра там шла постоянная бомбежка, в тот период, в котором мы там находились, нам повезло, то не факт, что сейчас они бы начали, если начали бомбить Ольгиевска, вот, что они Ольгиевска начали бомбить, значит, соответственно, они могли так же бомбить начать опять тот же, тот же, тот же возле Лося, ну, вот, там, где бы передавали полностью нагрузку. Вот, поэтому было принято решение ехать под град, с учетом того, что они не будут бомбить именно опять в то же место, то есть, чтобы мы проскочили. Ну, ведь, ну, я говорю, Бог миловал, потому что ехали, Женя был за рулем, Дима сидел на переднем сиденье, вот, я сидел сзади, то есть, у меня была возможность снимать это немножко, как бы это вот, ну, ситуация, конечно, такая, знаете, когда разрывается слева-справа, вот, тем более бомбежка была, в принципе, по селу, вот, то есть, разрушения там были, люди были на улице, но мы просто очень-очень быстро ехали, потому что если бы мы быстро не ехали, ну, я не знаю, чем это могло закончиться. С военными вам удалось пообщаться, что, как они отреагировали на ваш приезд? Конечно, ребята, ну, честно говоря, очень-очень рады, очень рады, они очень приятно удивлены, когда говоришь, город Южный, когда говоришь, что их здесь девочки-волонтеры ждут, то есть, ну, в таком плане, то есть, они понимают, что, ну, они не забыты, что они, так говорится, не брошены по ссылкам, реально, честно, от души рады. Видел ребят, которые, я же говорю, вот, Федору передали, потом видел ребят, которые были вот с разведки, вот, это больше, как говорится, Дима их больше знает, вот, Дима Рудой, вот, он с ними общался, но ребята тоже, конечно, у человека одного человека был день рождения, то есть, привезли ему тортик, видимо, насчет торта он, конечно, пошутил, но уже, как говорится, зашел сюда в копейку, купил торт, здесь у нас очень вкусный продается, да, еще по дороге купили бутылочку виски, просто, как говорится, человека поздравили, ну, это все равно все люди, правильно, война, война, как говорится, все равно все люди, вот, то есть, ребята были очень, ну, приятно удивлены, знаете, настроение разное, те, которые более в менее нормальном обмундировании, которые имеют четкие какие-то приказы и указы, то есть, и у них расставлены какие-то приоритеты, они, боевой дух у них высокий. Я просто общался с молодым человеком, 22 года, харьковчанин, он не захотел, чтобы его снимали, вы знаете, жалко, ну, вот, реально, 22 человек, это действительно, ну, ребенок, ребенок, срочник, в апреле должен был демобилизоваться, его сначала бросили, ну, в зону АТО, а потом он уже сам, как бы, оставался уже, ну, писал заявление, что он хочет остаться, вот, но когда он говорит, что у нас просто полевая сграда со стороны России, говорит, и у нас приказ просто спостерегайте, наблюдайте за этим, кто говорит, ну, говорит, я вообще не понимаю, то есть у них осталось там процентов 10 от 72-й бригады, вот, показал от того оборудования, которое у них осталось, я имею в виду от военной техники, вот, ну, просто каша, то есть, конечно, он, ну, я бы не сказал, деморализован, знаете, психически просто человек, то есть, ну, нужно будет работать психологом, сто процентов, потому что просто человек, он вменяемый, все, но просто в глазах, это, ну, это страшно, это неописуемо, это не передать так глазами, то есть он, ну, человек, который увидел смерть, который показывал свой бронежилет, эти осколки, которые, ну, бронежилетом спасся, можно говорить, жизнь, понятно, вот, но, ну, это страшно, то есть человек 22 года, который повидал смерть, это, это ужасно, это накладывает отпечаток. Морально, как они настроены, вот, на продолжение этих боевых действий, и как они вообще относятся к тому, что они там защищали? Воинственно, ребята готовы идти до конца, они знают, что они там делают, то, что, знаете, можно, я, можно сейчас говорить, есть ли бомбежки со стороны России или нет бомбежки со стороны России, то есть, можно по фотографии даже, если загуглить, например, ту фотографию, где у меня есть съемка, например, по бомбежке, можно посмотреть, с какой стороны, получается, раздаются взрывы, посмотреть, где, например, находятся наши позиции, и что находится с левой стороны, вот, если мы с Ольговской ехали, то есть, получается, левая сторона, это как раз, это буквально 5-7 километров, потому что мы выбрали такой маршрут, что мы ехали вдоль границы России, ну, вероятность была, потому что постоянно, как говорится, грады, когда мы ехали в том направлении, это было справа, когда мы выехали, это было слева, то есть, когда ребята своими глазами увидели, что такая провокация идет со стороны России, то есть, естественно, ребята готовы стоять до конца. И очень, конечно, обидно за местных людей, которые, ну, они до конца не понимают, или их, ну, как-то вот, я не знаю, зомбированные просто, которые, ну, ну, это неправильно, это страшно. Но ребята настроены воинственно, ребята уходить никуда не хотят, они, что им главное, им, чтобы у них было оружие, чтобы у них были боеприпасы, и чтобы отдавали им четкие приказы понятные, а не то, что просто спостерегаете, то есть, их бомбят, их сныщивают, там, сжигают, а им говорят просто просто, просто смотрите на это, это неправильно. Скажите, а вы еще планируете такие выезды, вот лично вы? Честно, лично я да. У меня жена очень много узнала, начала нервничать, когда, ну, она просто узнала, ну, действительно, ту опасность, которая, ну, там реально существовала. Мама моя не знаю, до сих пор еще. Вот. Многие звонили с других районов, которые мне знают, увидели публикацию в Фейсбуке, начали говорить, Саша, мы хотим тоже поехать, у нас есть там микроавтобус, мы там загрузили там тысячу носков, там есть там бронежилет какой-то, есть там две каски, есть консервы, есть там, я не знаю, там туалетная бумага, медикаменты, мы хотим поехать. Как это лучше сделать? Ответа на этот вопрос нет. Ну, это не поездка в Диснейленд, это, это буквально до Мариуполя, ну, максимум Тельманово, ну, если не иметь канал слаженной связи с теми, которые тебе расскажут, что на тот момент на самом деле происходит, потому что связи не всегда есть, то есть, если даже мы там с ребятами поддерживаем связь, те, которые, допустим, получают посылки, то они бывают, выпадают, естественно, что они выключают телефоны, потому что по радиосигналу тоже можно, как говорится, людей определить и туда, ну, осуществлять арт-обстрелы. Кстати, вот молодой человек, мальчик, с Харькова 22 года, родители уже не знают, что он там находится, рассказывал, говорит, со стрелы, это такая боевая машина, то есть они подбили три беспилотника, говорит, причем ситуация какая, только подбивают беспилотники, после этого начинается сразу обстрел градом, то есть, ну, российские беспилотники, то есть, только они каких сбивают, сразу же начинается среднуправленное именно их значение. Вот. Поехать, да, да, это уже, знаете как, ну, долг, так, а как. А страшно было? Знаете, страшно, наверное, не доехать, не довезти. Знаете, страшно было, у нас до сих пор не закрыт вопрос по Должанскому, я сейчас не буду раскрывать всех тайм, потому что есть информация уже немножко другая, но страшно, когда ты знаешь, там, две недели, то есть, когда люди тебе звонили, говорили, что у них нет бронежилетов, на 27 человек только пять, а 22 люди без бронежилетов, и когда ты понимаешь, ты ничего не можешь сделать, и даже вопрос не в деньгах, люди огромное спасибо, как говорится, ну, помогают, приносят, и местные наши предприниматели, то есть, ну, откликнулись, то есть, суммы приносят, как говорится, на приобретение бронежилетов, но даже приобретение бронежилет, если нет возможности проехать туда. Вопрос же не просто, что, да, мы поедем и не доехать, а вопрос, чтобы что это довезти. Вот, если по карте смотрите, по последней вот, по АТО, то есть там есть, просто такой перешейки, Мариновка, то есть, они очень примыкают к территории России и там реально просто проскочить просто очень, то есть там постоянно боевые действия, там постоянно, там, котел такой, вот, то есть там проскочить очень быстро. Но я знаю, что ситуация немножко поменялась. Загадывать не буду, на следующей неделе готовится большая поездка, крупная, ребята будут уже обеспечены бронежилетами, девочки-волонтеры, которые по армии ХЭЛ по южному, молодцы, они в автономном режиме тоже работают, заказывают и находят по нормальной цене военную форму, берцы, и жители тоже приходят, помогают, приносят такое самое необходимое, все это мы комплектуем. Девочкам посоветую сделать какие-то наклейки с любовью от Южного, прямо не вылениться, принесли 5 пакетов риса, просто на каждую наклеить, чтобы город Южный, какие-то человеческие чувства маленькие передать, это для них важно. Очень ребята обрадовались, которые здесь служили у нас на погранзаставе, ну вот время, то есть на некоторое время здесь присутствовали 28-я бригада тоже, я говорю, ребята, они приехали на машине, тоже передавали, ну я-то всех в лицо не помню, но честно вам скажу. Я говорю, ребята, кто 28-я, кто, говорю, в Сычавке был, подумает, я, 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 я такой, ребята, говорю, Южный, вам огромный приют, они такие были счастливые, вот честно, ну это просто, это не понятно, у меня есть фотка, вот как раз где, есть там вот на борту, они такие, ну реально, они такие счастливые, то есть для них это, и я, конечно, всех, вот всех, кого я видел, говорю, приглашал, говорю, ребята, говорю, как хотите, говорю, чтобы вы пришли, говорю, мы должны, говорю, сами, говорю, там, пиво попить, говорю, мы вообще здесь должны, говорю, обязательно, говорю, прийти, я говорю, как хотите, говорю, просто я вижу все, то есть, ну как-то надо их немножко подбадривать. Ну, нормально, ребята реагируют нормально, настроение, боевой дух, ну, не знаю, это большая работа, и это нужно делать, надо ребятам поддерживать, потому что им реально там очень тяжело, ну, сложные условия, сложная ситуация.